Начинаем с определения. Целая функция – это функция аналитическая по всей комплексной плоскости. Примеры вы хорошо знаете. Наши любимые экспоненты – поленом синус πz. Тут нет ничего магического в π, любой синус, просто я привык писать его в π. И немножечко более элегантный пример. Синус πz на корень z. Упражнения будут походить до лекции. Это целая функция. В общем, целая функция – это объекты, которые регулярно встречаются во многих-многих приложениях. Впервые, я думаю, что теория целых функций началась примерно с 1905 года, с работы Валерона. И дальше шли параллельные отдельные вещи. Во-первых, теория развивалась сама по себе. Во-вторых, люди обнаруживали, что она имеет приложения в самых-самых разных областях. Вначале в рядах Фурье. Потом в спектральном анализе. Потом в обобщенных функциях. Я думаю, что этот ряд можно продолжать, продолжать, продолжать. Уже работы 2017-2019 года. Это Бургейн-Дятлов про динамику. Или Андерсон немножко раньше про локализацию. Это все равно они опираются на результаты, относящиеся к целым функциям. Это оказалось аппарат, и конца этому, по-видимому, не видно. Но мы начинаем сначала. Целая функция. Это функция аналитическая во всей комплексной плоскости. Что мы про нее знаем? Мы знаем, что она раскладывается в ряд Т-лора. Цензит степени n, n от нуля до бесконечности. Нужно напомнить условия на коэффициенты, при которых этот ряд сходится во всей плоскости. Нет. Хорошо. И простейшая функция – это поленом P от Z. Мы смотрим на поленом, как на модель. И давайте перечислим свойства поленома, которые мы знаем. Поленом. Первое. У него есть, если степень поленома – это n, то у него есть, вообще говоря, n корней. И он растет примерно как модуль Z в степени n. Кроме того, мы знаем, что он принимает каждое значение. Каждое значение. У него принимает n раз с учетом кратности. Ну и ладно. И первый вопрос. Если целая функция чем-то похожа на поленома, имеет какие-то такие свойства, то хорошо бы понять, как их переформулировать в самом-самом общем случае. Если я смотрю на первые два свойства, то я вижу, что чем быстрее функция растет, чем быстрее функция растет, тем больше у нее корней. Давайте посмотрим, как это увидеть в более общих случаях. Просто поэкспериментируем немножко. Возьмем пример номер один. f от Z – это синус PZ. Кто принимает каждое значение? Если у нас есть поленом, то для любого W в комплексной плоскости существует Z, такое, что P от Z равняется W. На самом деле их n штук, но в данном случае я сейчас не хочу об этом говорить. f от Z равняется 0. Это значит, что Z равняется 0, плюс-минус 1, плюс-минус 2 и так далее. У нее бесконечно много корней. Пример номер два. Возьмем, и давайте их нарисуем. Пример номер два. Второй пример из нашей компании. Кстати, понятно, что это целая функция? Корень меняет знак, когда Z бегает вокруг нуля. Но и числитель, и знаменатель меняет знак, и мы приходим к тому же самому значению. У нее функции нули. Но какие у нее нули? Квадраты. Квадраты. Здорово. Значит, если я рисую на вещественной оси, то это единичка, четверка, девятка, гораздо более редкое множество. То есть ясно, что в каком-то смысле у этой функции корней гораздо меньше. Что значит меньше? Там бесконечность, там бесконечность. Вопрос. И первое. Как померить меньше? В случае Поленова это просто N. И вопрос номер два. Как это увидеть из-за роста? Эти вопросы, ответы на эти вопросы в случае Поленомов очевидны. Окей. Начнем с первого. Нулей бесконечно много. Кстати, есть какие-то предложения? Сейчас вот там можно через корни внутри круга посчитать схеми-могариф модуля на окружность. Вот. То есть ответственно, какой-то там от обочин, то есть получить там формулу есть. Да. Ага. То есть у вас это все было или как? Нет. Ну, нет. Формула Клаба, где-то использовали как предприятие Даши-то. Ой, это мы до этого дойдем, но давайте начнем с простого. Ну, все правильно. У нас не так, что нам очень было. И это конкретно результатик мы не смотрели. Давайте, да. Ну, давайте все-таки начнем сначала. При этом мы повторим, 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 повторим. Не повторим то, что у вас было, но я хочу начать сначала. И я надеюсь, что повторения будет не очень много. Как измерить меньше? Мы не можем посчитать число корней на все оси, но мы можем посчитать их число в круге радиуса r. Давайте обозначим nf от r большого или от t. Множество z таких, что... Число элементов, множество z таких, что f от z равняется нулю, модуль z меньше t. И аналогично для функции g. И тогда подсчеты очень простые. В этом случае число корней пропорционально радиусу круга. Во втором случае... Вы это легко можете видеть. Оно пропорционально... Ну, на самом деле, 2t плюс o маленькое, но мне сейчас важна просто скорость роста. Пропорционально корню квадрата из радиуса... Из этого радиуса... Радиус c, я прошу прощения. И понятно, что в данном случае меньшее сидит не в бесконечности, а в этих показателях. Тут стоит единица, а тут стоит половинка. Это ответ на вопрос номер один. А вопрос номер два... Как увидеть эти показатели по поведению функции? Well, давайте посмотрим, как ведет себя синус pz. Я позволю себе напомнить формулу Эйлера. И е в степени ипи z по модулю это е в степени минус пи y. Поэтому при положительных y этот товарищ носит вклад и ведет себя как е в степени модуль z. при отрезательных y в этот... вносит вклад и ведет себя тоже как модуль z. То есть функция растет вдоль мнимой оси и рост как е в степени модуль z в первой степени. Это единица, и эта единица одна и та же. Наверное. Давайте посмотрим на вторую функцию. Я уже буду покороче. синус пи синус пи корней z на корень z где он растет, кстати? на отрицательной оси. На отрицательной оси. Смотрите. Мне нужно, чтобы корень z был мнимым. Поэтому z должно быть отрицательным. и рост, конечно, как корень из мнимой части z. Е в степени ну там пи модуль z в степени одна вторая. И мы наблюдаем здесь ту же единичку, что и в распределении корней, здесь ту же половинку, что и в распределении корней. И, разумеется, у нас появляется классная идея о том, что это общий случай. Вот об этом и пойдет речь почти что с самого начала. Так. У меня технический вопрос. Могу ли я говорить быстрее? То есть я могу? Нужно ли мне говорить быстрее? Можно. Задний ряд. Окей. Хорошо. Тогда мы вводим понятие роста функции. Как измерить рост? Ладно. Мы справнивали в этих примерах с ростом е в степени модуль z в половинке е в степени модуль z единица. Давайте сравнять с е в степени модуль z в степени ρ определение. мы говорим, что функция f от z целая функция. Я не буду это повторять каждый раз. Буду немножко экономней. имеет порядок ρ имеет порядок ρ если во-первых ρ не отрицательное число может быть нулем а может быть бесконечным. ну ладно порядок ρ если во-первых для любого положительного ε модуль f от z меньше или равняется чем е в степени модуль z в степени ρ плюс ε нам нужно это при достаточно больших модулях z что происходит в конечной части плоскости не очень важно. И модуль z больше чем сам r нулевое. И второе что меньше чем ρ я не могу сюда ничего поставить. То есть существует то есть каково бы ни было ε существует последовательность z n такая что модуль f z n больше чем е в степени модуля z n в степени ρ минус ε я я буду с регулярно сталкиваться с этой ситуацией когда мне нужно будет иметь какое-то неравенство выполненное при достаточно больших значениях я не лень оговаривать каждый раз модуль z больше чем что-то я буду писать асимптотический я буду регулярно сталкиваться с ситуацией когда мне нужно чтобы неравенство было выполнено не всюду а на какую-то последовательность обычно уходящую на бесконечность мне тоже лень писать существует zn и бла-бла кстати тут последовательность zn и нужно писать что zn стремится к бесконечности я прошу чтобы быть аккуратным и я буду писать просто p на последовательность вот так это определение порядка конечно видите у нас участвует только модуль z поэтому такой грубый рост функции характеризуется величиной mfr который максимум модуль f от z на окружности радиуса r неважно на окружности или в круге мы знаем принцип максимума мы знаем что это монотонная функция мы видим даже что она логарифмически выпуклая но сюда конечно можно поставить m и m без всяких проблем и порядок давайте посмотрим как выразить этого товарища через m mf r не превосходит e в степени r р плюс эпселен значит мы берем логарифм логарифм получаем r в степени r плюс эпселен берем еще один логарифм получаем грубо 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 говоря r и сепселен сюда ставим mf от r делим на логарифм r и верхний предел этого при r стремящемся к бесконечности это в точности r вот это 1 2 это 1 1 и тоже окей окей ну будем дальше играть в наши игры если да с этой точкой зрения это функция rho f равняется единичка это функция rho g равняется половинка это общее поделение тех половинки единички которые мы видели на примере другой пример я стараюсь говорить побыстрее если возьмем синус 2 pz у нее корней вдвое больше мы добавили полуцелые числа и на росте это отражается понятным образом на росте таки в степени 2 модуль z на мнимой оси то есть то что важно становится важным это не только показатель при z но и коэффициент перед этот коэффициент называется типом тип целой функции пусть f имеет порядок rho мы говорим что она имеет тип sigma если похожее неравенство как там первое модуль f от z не привез что для любого эпселя модуль f от z не превосходит e в степени sigma плюс эпселен модуль z асимптотический при достаточно больших z и эту оценку нельзя улучшить конечно не запрещены какие могут быть случаи что любые что любые от нуля до бесконечности в привез да да какие могут быть случаи rho может быть любым от нуля до бесконечности sigma может быть любым от нуля до бесконечности окей я сэкономлю себе время и заставлю вас работать немножко упражнения придумать примеры всех возможных случаев замечания для того если порядок не целый то примеры придумать нужно немножко знать чтобы придумать примеры это немножко мы сегодня разбили что вот этим я собираюсь сейчас заниматься у всех было у всех у вас было так я не буду это рассказывать замечательно хорошо хорошо а формула янсона все это тоже было ну ладно прям сейчас написать исходы или инструмент или она была ну ладно так ну ладно так значит ситуация очень простая я скажу неправду если я скажу что я помню формулы я их вывожу по ходу пытаюсь выводить по ходу дела так что в этом смысле мы с вами в равном положении но давайте ну давайте с чего нибудь все таки начнем значит у нас есть следующие факты что влияет на рост первое мы ожидаем собственно определение роста скорости роста второе сколько количество нулей корней количество оставлю в кавычках потому что его нужно правильно посчитать и третье эффект который это насколько большие коэффициенты для дателлору третье в случае полинового не наблюдается потому что там всего конечное число коэффициентов я собирался начать с третьего начать сейчас выпишу формулу а вы мне скажете нужно мне их доказывать или нет вот это ро верхний предел когда n стремится к бесконечности n лог н лог единица на модуль c n я всегда врую но не сейчас вот это тип верхний предел n стремится к бесконечности n там же множитель единица на ро е если я знаю верхний предел при n стремящемся к бесконечности значит там чего ну сейчас посмотрим n модуль cn в степени ро поделить на n ро поделить на n это формулы для порядка и тип функции f которая представлена в виде f от z равняется сумма cn z степени n от 0 до бесконечности это то с чего я собирался начать вы это уже знаете все мы знаем что какие-то такие формулы существуют да то есть какие-то проходили так я сейчас сейчас я попробую вежливо сформулировать вы их проходить и нужно ну так нужно ли это рассказывать так я не слышу верное нет я прошу прощения давайте попробуем дать попробуйте сделать быстро в качестве компромисса если нужно вы меня немножечко или ускорить или притормозить первое это в конце концов минут 15 откуда берутся эти формулы они получаются из следующей лемы которую опять же я напишу одна из них f у меня выписано если f меньше чем е в степени а на r в степени k тогда модуль ck не превосходит е в степени а на k это большое k лучше эту c напишу на n на n в степени k разумеется асимпетически при достаточно больших n давайте чтобы не очень тратить место обозначим это выражение через звездочку и напишем вторую часть это было 1 и часть 2 если выполнена звездочка то тогда модуль f от z не превосходит е в степени а плюс епси нет тут нет места извините я хочу оставить себе доску вторую давайте это где-нибудь расположим здесь да если выполнена звездочка то модуль f от z не превосходит опять же асимпетически это читаемо задний нет надо справлять вопрос вопрос такого типа всегда адресуется к заднему ряду а чего вы молчите если это не читаемо если выполнена звездочка то модуль f от z не превосходит чего не превосходит е в степени а плюс епсилен модуль z а плюс епсилен модуль z в степени к значит это оценка коэффициентов через рост функции это оценка рост функции через коэффициентов вместе эти две оценки дадут эту формулу упражнение стрелка на эти формы пожалуйста получите эти формулы отсюда но это совсем не считаемо как раз это живете так лучше да вот доказательства я постараюсь его уложить осталось две три минуты на всяк случае в одну сторону доказательства первого инструмент неравенство каши для коэффициентов ряда Тейлора собственно если бы мне нужно было сказать только одну фразу относительно доказательства первого я бы эту фразу и сказал больше ничего не надо правда посмотрите относительно такого неравенства c nt не превосходит мф от r на r степени n какое бы r мы не взяли правда так давайте подставим сюда вот эту оценку е в степени a r в степени k минус n логарифм r и постараемся выбрать r поменьше не извините постараемся выбрать показатель поменьше ну как это сделать вы это хорошо умеете взять производную посчитать где она получается ну давай нужно ну если быть совсем аккуратным нужно представить себе функцию в показателе она ведет себя как-то так взрывается в нуле их бесконечности есть где-то 1 0 это где-то не очень трудно посчитать подставить это где-то неравенство каши и получить эту оценку я не думаю что имеет смысл писать формулы но это дифференцирование и подстановка формулы но пожалуйста сделайте это сами собственно у нас будут три типа упражнений упражнения со звездочкой это трудные упражнения упражнения обычные упражнения но обычные упражнения не упражнения есть и упражнения с плюсиком которые нужно посчитать но я хочу чтобы вы это сделали сами вот это упражнение с плюсиком подставьте и посчитайте пожалуйста это порядок и рост вооруженные этими формулами мы конечно теперь можем построить теперь мы знаем а нет нам же еще в одну сторону надо доказать извините пожалуйста доказательство второго у нас есть эта оценка давайте ее напишем еще раз из этой оценки мы должны получить что модуль f от z не приводит к как всегда асимптотический при больших значениях z но все такие неравенства все такие грубые неравенства доказывается с помощью грубой силы пишем ряд и оцениваем f от z является сумма от нуля до бесконечности давайте считать эти нуля от единицы до бесконечности чтобы не думать о нуле в этом месте константа не очень важна с бла-бла cn z степени n поэтому mf r максимум на окружности радиуса r не превосходит сумму по n от единички до бесконечности е а константа k на n в степени n поделить на k на r в степени n давайте подумаем что можно с этой сделать суммой во-первых мне невкусно что у меня там есть несколько параметров тут у меня n на k тут у меня отдельно n но извините я могу к поместить знаменатель будет снова n на k так что давайте все сделаем n на k сумма n от единички до бесконечности d в степени а r в степени k тут у нас n на k и тут n на k примечание я плохо считаю доски просьба не давать мне врать по возможности давайте посмотрим что тут есть я считаю я суммирую по n ну грубо говоря по этому параметру который дробный это не очень вкусно кроме того в начале я замечу вот что смотрите тут стоит если эта величина зафиксирована при больших n эта штука меньше единицы и тогда если грубо говоря мы заменим ее чем-то меньшим единиц то у нас будет сумма геометрической прогрессии которая прекрасно оценивается поэтому хотя у меня написан бесконечный ряд меня интересуют только те члены где эта штука больше единиц остальное идет в константу это понятно это замечание номер один замечание номер два мне невкусно суммировать по не целым числам n на k значит если к маленькое это какая-то редкая арифметическая прогрессия Если k большое, это какая-то редкая арифметическая прогрессия Если k маленькая, это какая-то густая арифметическая прогрессия Но неважно, если мы возьмем m равный целой части n поделенного на k То мы можем просто просуммировать по m Если у нас будет густая арифметическая прогрессия То у нас будет несколько ровным числом k таких сумм И мы поставим сюда лишний множитель Если редкая, то у нас будут лишние члены В любом случае, это не превосходит константу, если у нас густая-густая прогрессия Сумма по m от единички до бесконечности E в степени a, r в степени k, это большое k Поделить на m умножить на m плюс 1 Собственно, тут я воспользовался тем, что я предположил, что это больше единицы Я чуть-чуть уменьшил знаменатель и увеличил показатель Если бы число было меньше единицы, я должен был бы это сделать более аккуратно И еще одно обозначение раз и на веки веков У нас регулярно будут появляться константы, которые несущественны Потому что ее всегда можно включить в это эпсилен Вместо того, чтобы писать меньше, чем c, где c какая-то константа И следить за ней Я буду писать вот такой знак неравенства В математической литературе вы можете встретить либо это, либо вот это Это знак, значит, что тут стоит константа, которая меня не беспокоит И теперь у меня вопрос Видите ли вы, что у меня уже все в порядке Что мы уже получили это неравенство Посмотрите, пожалуйста Чего у нас тут есть? Сумма Ну, m Ну, e на m В степени m На a умноженное на r в степени k В степени m Ну, еще одно у меня r посередине есть, да? Да, и спереди m от единички до бесконечности Я набрал уже? Страв Конечно, стильно В степени k Снаружи это степени k Степени k Спасибо И что еще? И на m делить на t Нет, тут m плюс 1 А, делить Как я сказал, я вру, но обычно я вру в не очень существенных деталях Теперь правильно, да? Очень хорошо Для этого товарища У нас заготовлена формула стерлинга Правда? E поделить на m В степени m Это главная часть Единица на m факториал В числителе бла-бла Стоит корень из m Тут еще куда-то надо поставить 2π Я не помню На самом деле помню, конечно Корень из 2π На единицу плюс маленькая от единицы Позвольте мне проигнорировать этого маленькой от единицы Потому как Ну так удвоится На самый худо-несчастный случай Вот И тогда я продолжу Своё неравенство Кружочек значит, что мы переехали на вторую половину доски На первую половину доски У нас стоит r в степени k Сумма m от единички до бесконечности Единица на m Ну просто радость жизни Корень из m m факториал r в степени k m Ну вроде так Жизнь прекрасна Мы зачеркиваем это И равенство только усиливается И получаем r в степени k А это Е в степени А r в степени k Как раз то, что нам надо было получить Почти что то Потому что тут у нас еще Личний множитель Для убедения степенного множителя Мы пользуемся экспоненциальным множителем Это меньше асимптотически Чем е в степени а Плюс епсилен r в степени k То есть мы добавили множитель Е в степени епсилен r в степени k Который при больших r Насмерть убьет Вот этот фактор И Мы получили нужное неравенство В общем Все в лоб И конечно теперь Нам ничего не стоит Построить пример функций Целых функций Любого типа Упражнения Если говорить о практике Может быть После перерыва На последнем часе Я попрошу кого-нибудь Сделать упражнение Заполнить табличку Заполнить табличку Ноль меньше ρ Меньше бесконечности Сигма равняется Нулю Бла-бла-бла-что у нас осталось Теперь Теперь вы легко Можете написать примеры Таких функций Для любого ρ Для любого σ Еще для чего хотите Мне трудно удержаться От Определение Определение Моего Родного Персонального Моего любимого Класса целых функций Если ρ Равно Единице Мы можем тоже так Я не знаю Мы говорим, что f от z Это целая функция Экспоненциального типа Сейчас Я прошу прощения Последний ряд Ау Это читабельно? Можно Почему вы молчите? То есть Мне будет обидно Если Вся ваша энергия Идет на Разбор Моего почерка Я постараюсь В следующий раз Раздобыть мел получше Экспоненциального типа Ну понятно, почему Экспоненциального Е в степени z Что? Экспоненциального Я не знаю Иногда говорят Гамма функция Она типа 1 Порядка бесконечности Но я бы не назвал Ее функцией Экспоненциального типа Иногда говорят Экспоненциального типа 0 Если σ равно 0 А в раньше времена Говорили Минимального типа Но Мало ли что говорят Давайте ведем Такое определение И по-моему Насколько я помню Это все Что я собирался Говорить О Росте И о коэффициентах Следующий номер Следующий вопрос Это связь Роста И корней На эту тему Есть два типа Грубо говоря Есть два типа вопросов Вопрос номер один Общий рост И общее распределение Грубо говоря Мы тут пишем МРТ Я писал Т В прошлый раз Общий рост по окружности А тут НЦ Общее число Нулей в круге И сравнив Две этих величины Но на самом деле Но на самом деле Надо же Роста Которая не зависела бы От поправки И до ее степени АШЗ Потому что Она же не меняет Распределение корней Потому что у нее нет корней При этом Она может Толь нести Да Это значит Что это значит Это значит Что у нас будут Оценки сверху Она грубо говоря Увеличивает рост У функции Е в степени z Обычно нет корней Но неравенство Но Это очень хорошее замечание Это очень хорошее замечание Потому что Вопрос номер два Это слово вопрос Оно не разборчивое Но это вопрос Номер два Связано с тем Как распределены корни Смотрите В нашем примере Синус πz Корни Распределены Вдоль вещественной оси И функция Ограничена На вещественной оси Корни распределены здесь А рост Так сказать По Ну в каком-то смысле Самым противоположным направлением Если вы возьмете Синус π Корней z На корень z Сейчас Я попробую это выделить Эта функция Благополучно ограничена Но даже убывает На положительной оси А корни расположены Извините А рост Корни Функция Ограничена На положительной оси Корни Ограничены На положительной полосе А рост На полуосе Напротив И глядя на эти примеры Нам нужно будет Понять общую ситуацию Можно ли Увидеть За этими частными случаями Более общую картинку Это вопрос номер два Который мы начнем Через некоторое время Для этого нам нужно будет узнать Как выразить функцию Через наши корни Полином Раскладываться на множители А целая функция Пока что Вопрос номер один Субтитры создавал DimaTorzok Тема Название Ответа На вопрос номер один Выглядели так Формула Йенцена Что у нас со временем Когда мы должны закончить Значит мы начали в 9.45 Значит 9.50 10.35 20 минут Замечательно Формула Формула Зинцена Ну Вормап Нам нужна подготовка Нужно напоминать Что такое гармонические функции Нет Здорово Нужно напоминать Что это формула Пауссона В круге Нужно Я напомню Тебе он за сейф сайт Давайте Я прошу прощения Когда я говорю Это построение гармоническое Похоличное значение Ну да Что? Давайте Мне быстрее напомнить Чем обсуждать Это плоская сзадь Нет Это не плоская сзадь Это грязь сплошная На доске Вот Теперь это плоская сзадь Это круг радиуса r В плоскости z Это функция o от z Которая гармонична в этом круге Давайте Обозначим dr И Чтобы не мучиться Потому что у нас будут круги Которые исчерпывают всю плоскость И целые функции Непрерывно вплоть до границ Если z Верняется r Маленькое Е в степени и фи r Должно быть Маленькое Ясное дело Меньше чем r Большое То u от r E в степени и фи Равняется Я надеюсь, что я не вру 1 на 2п Интеграл по окружности Бла-бла-бла u от r Е в степени и тета Умножить на тропу асона r квадрат минус r большое квадрат минус r маленькое в квадрат r большое в квадрате плюс r маленькое в квадрате минус 2 r большое r маленькое косинус тета минус фи Ай-яй-яй-яй-яй Косинус тета минус фи Все проинтегрирование до тета Это формула по асона Я не буду ее напоминать Но я попрошу вспомнить Первое Формула Шварца Вы помните, она восстанавливает функцию аналитической в круге По ее вещественной части И увидеть Вспомнить формулу Шварца Вспомнить, что любая гармоническая функция в круге Это вещественная часть какой-то аналитической функции И увидеть, что это просто вещественная часть От формулы Шварца Помните, нужно мне напомнить Сейчас формула Шварца Это просто сверху с фигуром Шварца Вы представляете по словам Правильно Разумеется Хорошо Вы можете фигуром писать Значит, ну Сейчас я еще раз скажу Что делать в форму Шварца Формула Шварца Давайте вместе думать Я не очень помню Давайте посмотрим Формула Шварца Ну, чтобы не напрягаться Давайте думать про единичный круг Это единичный круг Ф от з Голоморфный в единичном круге Ф от з Равняется У от x, y Плюс И В от x, y И Формула Шварца Восстанавливает значение функции Внутри круга По значениям ее вещественной части На окружности Выглядит она С точностью до моего вранья Примерно так Это единичка Это единичка Единичка Значит, поскольку я не помню формулу То это может быть и Но я думаю, что это единичка Что-то в таком духе Вот еф степени и тет Что? Вот еф степени и тет 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 А тут Ну, тет, да Тет Конечно Я думаю, что я не очень вру Значит, для того, чтобы ее написать Нужно написать Разложить f от z Вряд Тейлора Разложить вещественную часть Вряд Тейлора У вас появится Отрицательная часть Для ряда Тейлора И восстановить По коэффициентам ряда Тейлора Уже и положительным И отрицательным Вот, собственно, и все Вот Ну, мы Я стираю это Ага, значит, я сделаю это упражнение А это получается сразу Потому что это вещественная часть Тейлора Мы будем применять Формулу Пуассона К логарифму модуля Целой функции Собственно, пока Можно считать, что функция f от z Голмольфна в круге И модуль z Меньше не равняется r Я бы, конечно, хотел взять Ее логарифм Логарифм f от z Я бы хотел, чтобы он был Аналитической функцией Тогда логарифм модуля f от z Это будет его вещественная часть Которая будет гармонической функцией Но этот коварный план Давайте напишем Но этот коварный план Можно выполнить только тогда Когда логарифм f от z Тоже голоморфен Это происходит тогда Когда f не имеет корней в круге Вот давайте с этого и начнем Где? Вот Я хочу сэкономить букву f На будущее Давай предположим, что g от z Голмольфна в dr g от z Замыкание круга Не обращается в ноль В этом замыкании И тогда Мой план Вполне реализуем Если z равняется r Е в степени ифи То Могарифм модуля g от r Е в степени ифи Равняется Еденице на 2π Интеграл От 0 до 2π Логарифм модуля E бла бла g Вот r Е в степени ифи 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 А как же Эдрополосону? Умножить На r квадрат Минус r квадрат r Большое В квадрате r маленькое В квадрате Плюс 2r r Косинус С это Минус Фи Минус Спасибо Здорово Так я могу Сделать Так я могу Поступать С функциями Которые Не обращаются В ноль В круге Такие функции Меня не очень Интересуют Я-то хочу Нули считать Поэтому Пусть у меня Теперь есть Произвольная Функция Ф от z Голомортная В круге И неправильная Даже в окрестности Круга Что? Функция З Какая она Более Поэтому Не можно Представить С правой Части Мы не поменяем А с левой Понятно Совершенно верно Значит Я должен Напоминать Про бляшки Здорово Значит Корни Z 1 Z 2 Z N Я беру Функцию Z От z Равная F От z На произведение По j From 1 To n Что это Должен Написать Z деленное Z деленное На r Отсюда Вылезет R квадрат Знаменатель Давайте Напишем Множитель Бляшки В единичном Круге Z Минус Z N Единица Минус Z N Черка Z Зн Теперь Я вставлю Z равное Z На r Z N Главное Z N На r Значит Тут у меня r квадрат И я получаю Что я получаю r Z Минус Z N На r Квадрат Минус Z N Чертой Z Я думаю Что я не набрал Я сотру Вот это Да А это Дропаусон И если Я теперь Положу G равное F На вот это Произведение То Правая Часть У меня Не изменится Потому что Модуль G На границе Единичного Круга Равен Модулью F А в левой Часть Мне нужно Поправить Вот это Дело То есть Логарифм G Будет Равен Логарифму F Минус Логарифм Этого Произведения Нет 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 Сейчас попробую Все-таки Написать Могарифм Модуль G От единички До n Логарифм Модуль R Z Минус Z N На R Квадрат Единица Минус Z N С чертой Z Чего? Потому что Я идиот Какие еще Могли Причины Равняется Единица На 2 Пи Интеграл От Нуля До 2 Пи Могарифм А тут Я пишу F От R Е В степени И Тета Мне лень Писать Эдрополосовно P R R F Минус Тета До Тета Это Обозначение Для Эдрополосов Вот У нас Есть 10 минут Перерыва Чтобы Помыть Тряпку А не важно Потому что Смотрите За что Мы боролись Как в том И ты прав И ты прав Дело в том Что Посмотрите Тут Логарифм Ж Ну зачем Мы выбирали Множитель Бляшки Это На Круге Радиуса R Это По модулю Равно Единице И за это Собственно Боролись Чтобы В левую Часть Ставить Что-то Зависящее От корней А в правой Иметь Модуль F Грубо Говоря Если Я захочу Сказать Формулу Енс Одной Фразой То Вот это Она И есть Избавься От нулей Так Чтобы Не Спортить Модуль На Окружности Остальное Бла Бла